МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Планируется выпустить на линии и новые вагоны. Губернатор побывал с очередным визитом в Приморском городе и вместе со специалистами проехал по маршруту первого участка реконструкции. Таганрог ждет масштабная реконструкция трамвайных путей. Обновить предстоит 45 километров первые 10 уже в этом году. Времени немного, а значит, важно грамотно организовать все процессы, предупреждает губернатор. У нас принципиальная задача, вот эти технические решения, которые сегодня сделаны неправильные и не должны быть допущены в ходе производства работ, мы должны реально исключать. Обновлением трамвайной сети в Таганроге займется компания Синара городские транспортные решения. Концессионное соглашение с ней станет первым в стране и может стать примером и для других городов России. Сразу же хочу сказать, те, кто не верит в реализацию этого проекта, должны уйти, сразу уйти с дистанции. По одной простой причине, делают вид, что мы что-то делаем, а на самом деле это не имеет результата неправильно в такой ситуации. Подстанции модернизируют, создадут новое трамвайное депо, начнется масштабная работа в сентябре с ремонта путей и контактной сети. Всё это будет сделано на капитальной основе, будут заменены все остановки по пути движения, как трамвайные, так и параллельные по движению транспорта автобусов, маршруток. И будет произведена полная замена коммуникаций, связанных с снабжением воды, водоотведения, планируется в рамках проекта. Также в порядок приведут дороги и тротуары. До конца года парк пополнится 10 новыми трамваями. Ещё 11 передаст Таганрогу Москва. Перезагрузка общественного транспорта – всего лишь часть превращения города в туристический центр. В Таганроге всего на данный момент 237 объектов культурного наследия и более 450 объектов, которые обладают признаками. В прошлом году завершена реставрация дома Шаронова. Продолжается уже третий год реставрация дворца Алфераки, здание музея. С финансированием проблем нет. Планируется завершить реставрацию дворца Алфераки намного раньше срока – уже к концу этого года. Мария Интрикова, Дон-24, Таганрог. Подробнее о туристическом потенциале и о планах по развитию Таганрога губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал сегодня в прямом эфире нашего телеканала в программе о главном. Туристическая составляющая, которая должна быть по-иному подчеркнута, если хотите, по-иному представлена. Мы сегодня работаем с рядом туристических агентств и не только регионального уровня, которые готовы переформатировать туристическую составляющую и правильно показать то, что мы сегодня имеем в Таганроге. Это сотни домов и зданий, которые имеют культурное наследие и федерального, и регионального значения. Говорил глава региона и о ситуации с коронавирусом в нашей области, подчеркнув, что она остается напряженной, но стабильной. И на вопрос, будет ли отменено постановление о переводе 30% работников на дистанционку, губернатор ответил. Эта отмена пока не планируется, потому что она касается людей старшего поколения, которые подвержены, к сожалению, инфицированию. И, к сожалению, болезнь, если она возникает, проходит в самых сложных ситуациях. Нам здесь нужно не допускать ошибок. Обсуждали ситуацию с вакцинацией. По словам главы региона, на сегодня в область уже доставлено около 180 тысяч вакцин, и 40 тысяч прибудет завтра. С начала кампании по вакцинации в Ростове-на-Дону привились почти 58 тысяч человек. Количество мобильных пунктов в южной столице растет ежедневно. Так, например, сегодня в здании главного автовокзала открылся очередной прививочный комплекс. О его работе Алина Высоцкая. Мы находимся на главном автовокзале Ростова-на-Дону. Здесь уже началась бесплатная вакцинация от COVID-19. Под кабинетами образовываются небольшие очереди. Мы уже успели пообщаться с теми, кто сделал прививку. Я решила привиться, считая, что прививка нужна, вернее, вакцинация нужна, чтобы побороть этот COVID. Нужно прививаться, это безопасно, чего советую своим близким и родным. Причем прививаются сегодня и представители власти, бизнесы, образования, общественники. Я своим примером решил тоже сделать два хороших дела. И привиться, и показать всем, что это не так страшно. Вот своим поступком я хочу призвать всех своих коллег, чтобы они приняли участие в этом важном для нас мероприятии. Процесс вакцинации несложный. Сделать прививку в пункте может любой житель города, вне зависимости от района, в котором он проживает. При себе надо иметь паспорт, СНИЛС и медполис. А дальше гражданин проходит в кабинет к медикам. Человек приходит, а его осматривает доктор, измеряет давление, измеряет сатурацию, то есть это насыщение легких кислородом. Затем заполняются анкеты, добровольное согласие. И если противопоказаний нет, человек прививается. Первой дозой вакцины. Через 21 день, если прошло все нормально и противопоказаний никаких нет, прививается второй дозой вакцины. Работу пунктов обеспечивают городские поликлиники, помогают в процессе вакцинации волонтеры и медики. А представители управления городского здравоохранения отмечают, что мобильные пункты расположены в местах с высокой проходимостью, а потому они удобны для людей. Поэтому, конечно же, с учетом погоды, это торговые центры в приоритете. Если это центральные рынки, то это павильонная система. Ну и также в автомобилях. Те пациенты, которые приходят в поликлинику и имеют возможность вакцинироваться в поликлинике, а для работающего населения выбрать время и приехать в поликлинику, в стационарный пункт, иногда бывает проблематично. Поэтому это можно сделать по пути куда-то. Напомню, что также в центре города действуют пункты вакцинации в ТЦ «Солнышко» и «Большой» на Соборной площади в здании столовой на Центральном рынке и другие. Отмечу, что мобильные комплексы будут работать и в выходные дни. Например, этот пункт на главном автовокзале работает с 13.00 до 20.00, а в субботу и воскресенье с 12 часов дня до 7 часов вечера. Алина Высоцкая, Александр Кучес, Дон-24, Ростов-на-Дону. В вакцинации против новой коронавирусной инфекции активное участие принимают Росгвардейцы. А еще они регулярно участвуют в акциях по сдаче донорской крови. Офицеры в белых халатах несут службу бок о бок с другими сотрудниками, участвуя в спецоперациях и учениях. И первыми оказываются рядом в экстренных ситуациях. Регулярно проходят учения, во время которых медики-росгвардейцы обучают бойцов других подразделений. 6 апреля сотрудники службы медицинского обеспечения Росгвардии готовятся отметить профессиональный праздник. Медслужбе войск правопорядка исполнится 160 лет. Сервитут установили, но дорогу не открыли. Жители на тракторной 48 в Ростове-на-Дону все еще борются за благоустроенный проезд к дому. Какие испытания на этот раз пришлось преодолеть местным жителям? Как действуют власти и что думает собственник территории, которая ведет к многоквартирному зданию? В сюжете Елена Сарксян. Сейчас мы пишем заявление о чинении препятствий вопреки постановлению администрации города. Это не первые, как считают ростовчане, не последние заявления в полицию. А все дело в том, что 1 марта этого года был установлен бессрочный публичный серветут на дорогу, ведущую к дому по улице Тракторная 48. Но до сегодняшнего дня для простых жителей эти ворота ни разу не открывались. Вот стоит мужчина, который нас не пускает в очередной раз, далеко не в первый. Мы можем пройти только через ворота, и то пускают нас только в вашем присутствии. Когда вы уйдете, нас перестанут пускать и через эту калитку. На вопрос, почему людей не впускают, мужчина нам не отвечает. Я не могу ответить на этот вопрос. За ответами на вопрос волнующие уже не только жители многоквартирного дома, но и многих ростовчан. Сегодня приехали представители администрации Октябрьского района, полиция и управляющая компания. Сразу же было принято решение демонтировать профлисты, которые мешали проходу к дому, сразу же после преодоления квеста с воротами. Собственниками квартир многоквартирного дома номер 48 по улице Тракторной был осуществлен демонтаж части забора для осуществления пользованием сервитута. Ворота, по информации собственникам, формально прикрыты, их можно открыть, заехать. Пользоваться этой территорией, в принципе, можно на законных основаниях. Однако, собственник территории на такие условия не согласен. С действиями администрации Октябрьского района, полиции и жителей дома на улице Тракторная 48 предприниматель Тигран Козырян не соглашается. Он считает, что это незаконное проникновение на его территорию. По словам собственника, его никто официально не оповестил. О том, что на территорию был установлен сервитут, он уже подал в суд на решение администрации. Сегодня произошел акт самоуправства. Зашли люди в сопровождение милиции. Ну, вроде имена, фамилии известны, мы на них будем подавать завтра в суд. Они просто сняли, сломали забор. Под охраной милиции. Мы, конечно, возражали. Ну, что сделано, то сделано. Если этот участок мой, так что можно весь забор по всей длине участка, там более 300 метров, снять и куда хочешь туда ходить. Проход к дому через санаторий Ростовский открыли, но вот ворота все еще на замке. И пока предприниматель ждет решения суда, жители ходят и ездят по неблагоустроенной территории. Елена Сарксян, Юрий Друзякин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Жители дома в переулке на Кривошлыковском 4 ждут результата уже третьей экспертизы. Она должна вновь определить, аварийное здание или нет. Ростовчан выслушал глава пролетарского района Донской столицы. Вот, вот, все это видно, вот она уже мокрая. Вот дождь идет на улице, все мокрое, все во влаге. Это, говорят, то, что нормально, трещина, там ничего страшного, хороший дом. То же самое, вот, поднять, далеко ходить не надо. Это что? Это вот новый ремонт. Вот в таком состоянии потолок квартиры одного из жителей второго подъезда в переулке Кривошлыковском 4. Сейчас дом признан аварийным. А все из-за того, что по стенам здания пошли трещины, которые все время расширяются. Сейчас здание проходит третью экспертизу. 20 апреля будет готова экспертиза, которая подтвердит аварийность дома, либо опровергнет. И по результатам экспертизы мы уже будем осуществлять дальнейшие действия. То есть это изъятие земельного участка и изъятие квартир. Однако проблема не так проста, как кажется. В настоящее время дом условно разделился на два лагеря. Одни жильцы хотят расселения дома и денежную выплату. Другие желают, чтобы здание отремонтировали. Обе стороны приводят свои аргументы. У меня первый этаж вроде бы самый безопасный. Но не то, что безопасный, более не такой плачевный, как пятый. Но вот посмотрите, отошла плита. Как можно без страха жить? Вот, в доме маленький ребенок, три года. Вот что делать, скажите? Вот, с трудом открывают двери. Иногда оно клинит, потому что все-таки дом движется. Двери иногда не открываются. Но вот просто живем в страхе. Проживаю здесь со своими двумя детьми. Вот, вся эта ситуация неожиданно началась осенью, когда нам буквально по решению суда пришло постановление, что мы должны просто выехать и в течение четырех месяцев нести дом. Съезжать нам некуда. Мы привязаны к садикам, школам, поликлиникам. Поэтому мы всеми силами, конечно, дом нормальный. У нас обустроенные квартиры. Вот, мы вкладывали деньги в ремонт. У нас комфортабельное жилье. Вот, первый подъезд, у нас вообще никаких проблем нет. Мы хотим здесь жить. Дело в том, что наш дом действительно находится в аварийном состоянии. Я являюсь именно жителем того подъезда, где происходит обрушение. То есть у нас лесный проем сейчас скоро уже рухнет. Это все на моем этаже происходит. На пятом этаже у нас недавно обрушился потолок. И перекрытие дома оставляет желать лучшего. Очень многие люди именно здесь живут большую часть своей жизни. Всех устраивает именно расположение данного дома. Съезжать, уезжать и менять жилье никто не хотел бы. Тем более, что у нас есть основания предполагать, что дом подлежит восстановлению и подлежит ремонту. Сейчас все жители дома в переулке Кривошлыковском 4 ждут результаты экспертизы, которая сдвинет с места решение проблемы дома. Владимир Корловский, Владислав Агай, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону. Далее в выпуске подробный прогноз погоды. А сразу после. Жилье для сирот, учебные классы и сквер тюльпанов. Группа губернаторского контроля проверила, как потрачены федеральные деньги в Орловском районе. Очистка озера и сбор электронных отходов. На Дону волонтеры провели серию экологических акций. Поражение от гостей. Подробности встречи футбольного Ростова с московским «Спартаком». В предстоящий вторник синоптическую ситуацию в Ростовской области сформирует тыловая часть уходящего на восток циклона. В облаках появится множество прояснений. Дожди примут кратковременный и локальный характер. И днём солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы. В северных районах переменная облачность, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 0,5, днём плюс 10, плюс 15. На востоке ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью от 0 до плюс 5, днём плюс 9, плюс 14. В южных районах переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днём 11-16 градусов тепла. На западе переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью плюс 1, плюс 6, днём от плюс 10 до плюс 15. В центре переменная облачность, кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 0, плюс 5, днём плюс 10, плюс 15. В Ростове-на-Дону ночью облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 2, плюс 4. Днём переменная облачность, кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха 11-13 градусов со знаком «плюс». Атмосферное давление будет расти и составить 754 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Это новости Ростовской области. Продолжим выпуск. Из аварийного жилья в новый маневренный фонд. В Красном Сулине строят пятиэтажку, которая станет домом для десятков семей. Ход работ проинспектировал заместитель министра строительства региона Сергей Вифлянцев. Сегодня по проекту нет вопросов. Это как бы наша извечная боль, когда начинаем строить, начинаются вопросы к проекту. Здесь не соответствуют. Нюансы присутствуют, но мы их решаем в рамках тех же совещаний еженедельных и в рамках переписки официальных. Дом строится за счет средств областного бюджета. Переедут сюда жильцы, признанного аварийным дома по улице Металлургов 12. Со своей проблемой несколько лет назад они обращались даже к президенту. В 2018 ситуацию на контроль взял губернатор и появились реальные путерешения. Администрации района были выделены средства на проектирование объекта. Объект был запроектирован, проект прошел государственную экспертизу. В текущем году было выделено 151 миллион рублей из областного бюджета для строительства этого дома. С февраля месяца работы на строительной площадке начаты. Сегодня мы проинспектировали вход этого строительства. Работы ведутся. На данном этапе разработан котлован. Выполнено послойное уплотнение. Сварка каркасов и подстилающих устройств для усиления колонн. Выполняются арматурно-бетонные работы. Завершен монтаж дренажного колодца. Также строит площадка. Оборудована IP-камерами и видеотрансляции. Окончание строительства запланировано на конец текущего года. Новое жилье для детей-сирот, новые учебные классы для образовательного проекта «Точка роста» и новый сквер Тюльпанов. Поселок Орловский получил оценку отлично от группы губернаторского контроля. Деньги, выделенные на реализацию национальных проектов, освоены в полном объеме. Новое и комфортное жилье для детей-сирот. За последние два года квартиры в Орловском получили 29 человек. Не в многоэтажных домах, а в коттедже, где можно обустроить еще и небольшой дворик. На строительство таких домов было выделено больше 26 миллионов рублей. А вот станет ли квартира в доме уютной, конечно, зависит от хозяев. Наталья Плотникова счастлива, что получила сделать все по своему вкусу. Да, это все сделано на деньги государства, которые выдавались непосредственно пособия. Пока еще было маленькое, откладывали деньги, знали, что будем делать ремонт. Сейчас я учусь на заочной форме в экономическом университете. Губернатор нашей области уделяет особое внимание. Именно от качества, предоставляемого детям-сиротам жилья. Здесь нареканий нет. Сегодня мы посмотрели очень хороший пример. Соответственно, это примеры для других детей, которым предоставляется жилье. Потому что все-таки есть определенные стандарты, в рамках которых делается, строится. И затем уже дальше это уже уют и комфортное состояние тоже создает сам человек. Десять. Настоящий интерактивный тир. Робототехника, шахматы и не только. 32 направления для дополнительного образования. А получить навыки по гуманитарному и цифровому профилям можно на базе образовательного центра «Точка роста». Первая школа Орловского очень быстро включилась в нацпроект образования. На создание центра в 2020 году учреждению выделили почти 4 миллиона рублей. Безусловно, это материальная и техническая база обновленная, красивая мебель, новое оборудование. Для того, чтобы более качественно изучать предметы, такие как ОБЖ, технология, информатика. Безусловно, внеурочная деятельность, дополнительное образование. Центр открыт 1 сентября. Сквер Тюльпанов – это детище еще одного национального проекта «Жилье и городская среда». Пожалуй, самого уютного и красивого места в Орловском теперь и не найти. Начали строительство парка прошлым летом. В декабре объект сдали. Почти 15 миллионов потрачено на реализацию проекта. Главное украшение – художественная зона с рисунками детей поселка. И, конечно, огромные алые тюльпаны. Вечером они еще и горят. На маленькой территории реализовано, собственно говоря, все, что должно быть в хорошем полноценном парке. Поэтому я считаю, можно поставить оценку только 5 тем моментам, которые мы сегодня посмотрели в рамках национальных проектов, в рамках губернаторского контроля. Потому что это все, собственно говоря, нацелено на комфортное и достойное проживание наших граждан, которые живут в Ростовской области. Также в Орловском сейчас идет вакцинация жителей против коронавирусной инфекции. Первый этап почти завершен. Тысяча доз вакцины получена и большая часть уже введена. Оксана Мельничук, Виталий Ступаков, Дон-24, Орловский район. Очистка озера и сбор электронных отходов. По всей Ростовской области волонтеры провели экологические акции. О том, как сберечь природу и куда сдать старую технику. В сюжете корреспондентов Дон-24. Далеко мусор не вывозят. Они вот, особенно в конце сезона, вот там вы увидите кучу мусора. И вот там вот заводи прям сбрасывают по всему. К великому сожалению. Бригада профессиональных дайверов занята непривычным делом. Обычно охотятся на рыбу. Но в этот раз их пригласили собрать отходы, заполонившие дно Голубого озера в селе Самарском. Приезжают целыми семьями. Сюда мы будем собирать мусор, найденный на дне. Выносить на берег. Если что-то будет найдено крупное, есть специальный подъемный у нас такой буй-парашют, с помощью которого поднимать будем, возможно, какие-то покрышки найдем. Это уже второй заход. Задействована целая команда. Одни собирают мусор на глубине, задерживая дыхание. Другие вместе обходят мелководье. Третьи дежурят на берегу. Обеспечивают безопасность. Рядом с волонтерами работают депутаты Заксобрания области. Такие акции проходят по всему региону в рамках проекта «Чистая страна». Во всех муниципалитетах дайверы и подводные охотники опустятся в свои водоемы. В муниципалитетах находят практически всю Ростовскую область. Я говорю, мы около двух тысяч человек призвали. Еще одна масштабная акция состоялась в Ростове-на-Дону. Волонтеры «Ростов. Город будущего» при поддержке депутатов организовали шесть пунктов приема электрохлама. Провода, телефоны и другие ненужные электроприборы отправятся на переработку. Все собрано в Торсерье. Отправляются сначала к нам сюда на Каширскую, где мы это суда сортировали. И потом большими партиями отправляем уже на переработку. Сдать в Торсерье на утилизацию можно будет в специальных пунктах до 25 апреля. В Азове и Ростове-на-Дону. Алена Абадр, Сергей Крикоров, Юрий Друзякин. Дон-24. Азовский район. Ростов-на-Дону. Футбольный матч между Ростовом и Спартаком завершился поражением желто-синих. Столичный клуб впервые с 2013 года победил на Дону. Карпин сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против Ротера. Вместо Хаджикадунича, Гиговича и Байрамяна с первых минут появились Паярков, Хошемота, Алмквист и Полос. Желто-синие бодро начали встречу, но счет в матче открыли спартаковцы. На 23-й минуте Мозес продвинулся вперед, переиграл один в один Паяркова и пробил по воротам. После чего мяч, срикошетив от ноги Али Сами, отскочил в Письякова и залетел в ворота. Пропущенный гол немного взбодрил ростовчан, и они большими силами пошли в атаку. Полос получил пас от Соу и выполнил прострел вдоль ворот в направлении Алмквиста, который прервал Маслов. Но сделал это крайне неудачно, срезав мяч в собственные ворота. 1-1. Через пять минут Георгий Махатадзе вывел свою команду вперед. Но удержать победу до перерыва хозяевам так и не удалось. За минуту до конца первого тайма Александр Соболев сравнял счет. Второй тайм команды начали на больших скоростях. В самом начале отрезка отличный шанс упустил Али Соу. Его мощный удар метров с 20 так и не достиг цели. И все же последнее слово в этом матче осталось за Спартаком. Александр Соболев выпрыгнул выше всех после подачи промеса со стандарта и головой буквально вбил мяч в сетку хозяйских ворот. 2-3. Именно эти цифры на табло зафиксировал финальный свисток арбитра. Следующий тур Ростов проведет 10 апреля. Дома принимаем Казанский Рубин. Роман Саганов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на 6 апреля 76 рублей 60 копеек, евро 89 рублей 99 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии был Вартан Сюниджанс. До встречи. Высокоточная диагностика и лечение патологии беременности, эстетическая гинекология и генетические исследования. Медицинский центр «Эксперт» 226-0003. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова